Приятные хлопоты. Подготовка к новогоднему празднику. К празднику, к которому подходим в условиях пандемии. Как сохранить настроение, но и уберечь людей от заражения. Задача не только серьезная, но и творческая. Праздник пройдет без массовых гуляний. Василий Швец по пунктам перечисляет решения, которые закреплены краевым руководством. Еще один немаловажный вопрос. Работа объектов санитарно-курортного комплекса и потреб сферы. Если работа объектов общественного питания после 12, после полуночи запрещена, то это должно касаться и ресторанов, расположенных на территории всех отелей и санаториев. Средства размещения должны продумать программу с учетом действующих ограничений. Вместо утренников в детских садах пройдут музыкальные часы. Без родителей, но с хорошим настроением и подарками. В соответствии с утвержденной в четверг, которая будет концепцией новогоднего оформления города, учреждения культуры, общеобразовательные учреждения, детские дошкольные учреждения будут оформлены в соответствующем стиле до 10 декабря. Задача такая стоит и традиционно мы это делаем. На театральной площади Центр культуры Родина оформит фасад здания светящейся иллюминации по эскизу, которая будет разработана. Для любителей изысканно украшать окна пройдет конкурс. Победители получат достойные подарки. В то же время нельзя забывать о безопасности. Особенно детей речь идет о пиротехнике. Торговля ракетами, фейерверками, петардами должна отвечать всем требованиям. Этому процессу нужен контроль. Я переживаю только лишь за то, что неофициальная, несанкционированная, контрафактная пиротехническая продукция, она как минимум небезопасна. Не говоря уже о чем-то больше. Что касается городского фейерверка, то он запланирован, если не помешает шторм. Украшение города – отдельная тема совещания. Мэр курорта ставит задачу уже сегодня. Необходимо понимать, где украшать, чем и как. Дизайнеры завершают работу над созданием новогодней концепции оформления. Мы не празднуем в том смысле, в котором обычно привыкли это делать, Новый год. Но настроение должны создать повсеместно. Елочные базары в этом году их должно быть ровно столько, чтобы не создавать очередей, желающих купить главный символ праздника – муниципальном образовании. Елки планируют продавать на 14 площадках. Сейчас промониторили город, посмотрели, где непосредственно есть люди, которые будут пользоваться спросом. Да, этого хватит. Василий Швец, кроме того, дал поручение руководителям подразделения ЖКХ. Инфраструктура должна быть проверена и работать без сбоев, чтобы избежать новогодних сюрпризов из разряда неприятных. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа, регион.